МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Украине 20.00, эфир 7-го традиционно продолжают новости, и мы подводим информационные итоги дня. В студии для вас работает Олесь Татар. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Семь сломанных ребер, ушиб головного мозга, синяки на лице. В таком состоянии к врачам попал двухлетний Вася. Получить травму головы, черепно-мозговую, лопнута кость, кровоизлияние сгусток крови стоит, и семь поломанных ребер. Вся полностью левая сторона у него поломана. И куча ссадин. Ну, видно, что ребенка били. Город затаил дыхание в ожидании 8-го Одесского международного кинофестиваля. На самом деле мы не гонимся за количеством фильмов, мы гонимся за качеством фильмов, поэтому это для нас приоритетно. Суперкубок по футболу пройдет в Одессе. Билеты у нас именные. На один паспорт можно купить 4 билета. А теперь об этих и других событиях более подробно. Семь сломанных ребер, ушиб головного мозга, синяки на лице. В таком состоянии к врачам попал двухлетний Вася из села в Лиманском районе. Откуда у малыша страшные травмы, непонятно. Вероятнее всего, дело в домашнем насилии. Отец и отчим мальчика обвиняют в избиении друг друга. Другие же родственники утверждают, что ребенок просто упал. Кто-то из них, очевидно, говорит неправду. Кто именно, разбирается полиция. На больничной койке спит Вася Олейник. Мальчику два года. К медикам его привезли в страшных судорогах с ушибом мозга и переломами сразу семи ребер. Синяки и гематомы покрывали шею и лицо. Состояние его стабильное. Вот на данный момент сложно сказать. Угроза жизни, конечно, есть по характеру заболевания его. Но он стабилен. Состояние стабильное. У кроватки родной отец мальчика. Владимир с семьей не живет, но сына регулярно забирает к себе в гости. Мужчина убежден, мальчика избил отчим. Получить травму головы, черепно-мозговую, лопнута кость, кровоизлияние с густок крови стоит и семь поломанных ребер. Вся полностью левая сторона у него поломана. И куча ссадин. Ну, видно, что ребенка били. У отчима, мамы и бабушки малыша своя история. Пенсионерка рассказывает, ушиб мозга Вася получил. Играя во дворе. Говорит, мальчик лез на собачью будку, но упал и ударился головой. Он сюда хотел залезти, но он не залез. А мы его, он хотел вылезти, мы говорим, Васенька, иди сюда до бабы. И он, я хотел залезти, и перехилився, и перекинулся на бочок на левый. То есть падал, и он фактически взвится, так? Да, да, да. Вот тут он вот так. А вот остальные травмы – это уже работа родного отца, уверяющая на семьи. Отчим Вася якобы регулярно видел следы побоев, когда малыш возвращался от папы. Он приезжал домой, то поцарапанный, то у него был хороший след, большой, видно на папе, свет мужчины, как удары, ну, неоднократные, видимо, были. И он, когда уезжал туда, он постоянно приезжал оттуда, его привозили оттуда. Он боялся всего. Правоохранители уже работают с обоими – отцами и мамой Васи. Больше всего полицейских пока интересует отчим. У него уже есть судимость, мужчина отсидел три года за кражу. Травмы ребенка пока квалифицировали как умышленное повреждение средней тяжести. Константин Гаг, Константин Длужневский, 7 канал. На лонжероне стреляли в двухлетнюю девочку. Все это произошло возле самого пляжа. Там неизвестные стреляли по мишени и случайно попали в грудь двухлетней малышки. Ребенка сразу доставили в областную больницу, где и была оказана необходимая помощь. Здоровью девочки ничего не угрожает. Сейчас полицейские устанавливают личность стрелявших, но уже по данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное нанесение легких телесных травм». Ограбление по-одесски. Патрульные задержали троих мужчин, которых подозревают в ограблении лото-маркета на улице Академика Глушко. Все подробности у корреспондента Назара Бурхана. Трое мужчин ограбили развлекательное заведение в Киевском районе. Зоумышленники преснули газовым баллончиком кассиру заведения и забрали деньги. Затем на машине БМВ темного света скрылись с места преступления. Патрульные по горячим следам обнаружили машину с АЗО умышленниками. Переследующий автомобиль почувствовала, что был насыщенный транспортный потек. Машина заехала в глубокий кут. Одноразовая команда на остановку не реагировала. Зупинили. Грабителями оказались трое мужчин, один из которых несовершеннолетний. Патрульные утверждают, что подозреваемые не сопротивлялись. При огляді слідчо-оперативної групи виявлені кошти в розмірі 200 тисяч гривень. Речовина невідома, схожа, порошкоподібна, білого кольору, невеликого об'єму. Кайданки, газовий баллончик, біта. Задержанных отставили в київський отдел полиції, где оперативники выяснят все обстоятельства преступления. Назар Бурхан, Андрей Дьяченко, Роман Прийомихов, 7 канал. Фрегат Гетьман Сагайдачный снова вооружен и готов к выполнению боевых задач. А украинские водолазы вместе с коллегами из Канады и Великобритании отрабатывают навыки поиска подводных мин. В Одессе прошел очередной этап международных учений Сибири с 2017. Все подробности в следующем сюжете. По легенде учений, на дне гавани либо на подводной части ошвартованного корабля может находиться взрывное устройство. Группа специалистов водолазов из Великобритании, Канады и Украины ищет опасный предмет, когда один из подводников подает знак «Непредвиденная ситуация». У него травма ноги, необходима медицинская помощь. Работы по поиску подводных взрывных устройств и боеприпасов актуальны для многих стран. Безусловно, это ВМС США, ВМС Канады и Великобритании, ВМС Италии. И очень большой опыт имеют балтийские страны, потому что, как и у нас, у них до сих пор очень много встречаются случаев именно исторических, они называются исторические, да, взрывопастные предметы, которые до сих пор находятся и в наше время. В нескольких метрах от места работы водолазов демонстрация роботов. С их помощью проводят разминирование на суше. На лодке к пришвартованному кораблю прибывает отряд морской охраны. По информации пограничников, на корабле могут находиться контрабандисты, готовые оказать сопротивление. С начала 2017-го досмотровые группы проверили уже 300 судов. Примерно год назад навыки спецназа пригодились во время операции по обезвреживанию членов экипажа турецкого корабля в районе Южного. Два членов суда команды, озброившись ножами, напали на капитана, на старшего помещника, который отримали там ножевые поранения, уже спорно со службой безопасности Украины. Мы запилили это судно и локализовали этот инцидент. Также в рамках учений Гетман Сагайдачный после ремонта подготовили к боевому выходу, предварительно снабдив боекомплектом. Вместе с двумя американскими кораблями фрегат будет охотиться в море за условным противником – турецкой подводной лодкой. Александр Полуев, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Онкопациенты, которые ждут трансплантации органов за границей, вышли с пикетом под Кабмин. Весной из бюджета выделили 203 миллиона гривен, которых хватило на 73 человека. Сейчас в очереди на трансплантацию находятся еще 93 украинца. Участники акции говорят, что стоят в очереди смерти. Некоторые пациенты так и не дождались. На пикет вышли с требованиями к парламенту выделить 470 миллионов гривен. Выделена сумма в 100 миллионов. То есть в 4 раза меньше от того, что нужно. Еще 30 людей стоят в черзе на чергу. То есть они стоят и ждут, пока комиссия Министерства охраны в здоровье сберется и запишут их до этой черги. Также участники акции просят Кабмин обеспечить их гарантийными листами, по которым можно провести трансплантацию без очереди, а государство заплатит за операцию после. Пока на операции за границей Кабмин выделил 100 миллионов гривен. С подъемником, но без возможности передвигаться. Переселенцы с инвалидностью, которые находятся в центре социально-психологической помощи, оказались в затруднительном положении. Семь человек в колясках живут на втором этаже здания без лифта. В прошлом году всем мирам удалось собрать деньги на подъемник, но оказалось, что купленная машина не работает без посторонней помощи. Подробности расскажет Наталья Костенко. Вот так, под музыку из мобильного телефона и на пяти квадратных метрах своей комнаты в Центре социально-психологической помощи Наташа готовится к чемпионату мира. Она чемпионка Европы по спортивно-бальным танцам на колясках. Добиваться успеха приходится вопреки всему, ведь ее комната находится на втором этаже. У меня проблема спуститься со второго этажа. Как ни печально. У нас есть подъемник. Мы очень благодарны людям, которые нам помогли его приобрести, собирали деньги. Он немало стоит. Но вопрос остается открытый. У нас нет человека, который бы мог нас спускать на него. В прошлом году на этот подъемник собирали все и Одессы. Помогали волонтеры, меценаты, просто небезразличные люди. Откликнулись многие. Ведь на втором этаже Одесского областного центра социально-психологической помощи живут семеро переселенцев, прикованных к инвалидным коляскам. Началась бомбюшка. В наш дом попали, в наш подъезд все посыпалось, все отключилось. Электричество. А все у нас на электричестве. И лифты, и все остальные наши дела. То есть мы остались в ситуации, когда в таком положении невозможно было дальше оставаться. Поэтому мы уехали. Уехали сюда, в Одессу. Этажом выше живут семьи с детьми-инвалидами. Всем им крайне необходим человек, который смог бы стать частью коллектива центра и обеспечивать работу подъемника. Пусть даже не с утра до вечера. Мы даже пытались предлагать людям какую-то часть денег оплачивать со своих средств. Вот у нас тут семь человек колясочников. Мы даже продумывали вариант, что может быть какой-то график составить, понимаете, спуска, подъема. Но все равно. Нет таких вот инициаторов, людей, которые бы согласились на это. Нет и все. Администрация центра заверяет. В самое ближайшее время тоже готова взять такого сотрудника на полставки. Даже может подберем кого-то из переселенцев, кого мы возьмем всегда на 0,5 единицы. Тот, который будет помогать нашему. Такая возможность у нас есть, и мы ее воплотим в жизнь. Как быстро? Как быстро? Я думаю, что может быть даже на следующей неделе. В центре по адресу улица Красная, 11 уже ждут нового сотрудника. Мужчину, способного справиться с подобной работой. Без вредных привычек, в идеале живущего неподалеку от центра. Наталья Костенко, Андрей Диченко, Седьмой канал. Город затаил дыхание в ожидании 8-го Одесского международного кинофестиваля. Уже сейчас в фестивальный дворец за аккредитацией приезжают актеры, режиссеры и продюсеры, зрители и кинокритики со всего мира. До открытия осталось два дня. Что нельзя пропустить на ОМКФ 2017, смотрите в сюжете Юлии Федоровой. В международную конкурсную программу ОМКФ 2017 вошло 12 полнометражных фильмов из 27 стран. Их отобрали из 900 кинолент, которые подавали заявки на участие в фестивале. Еще два десятка фильмов вошло в национальную конкурсную программу. Всего на фестивале покажут больше 100 картин. На самом деле мы не гонимся за количеством фильмов, мы гонимся за качеством фильма, поэтому это для нас приоритетно. У нас нет такого понятия, как тема фестиваля, потому что мы как раз стараемся представить разнообразие того, что существует на кинокарте мира. И скорее само направление, оно формируется фильмами, которые в принципе были сняты за последний год. Почетный гость ОМКФ 2017, польский режиссер и сценарист Агнешка Холланд представит свой новый фильм «След зверя». Кинолента получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и была признана жюри фильмом, открывающим перспективы. Очень много картин, где главными героинями, главными персонажами фильмов являются именно женщины, причем разных возрастов, разных социальных классов, разного уровня совершенно восприятия мира. И это очень интересно. Но в принципе рассмотрение личности под микроскопом ее переживаний является, наверное, такой где-то главной темой, которую исследуют режиссеры, творцы из разных стран. На восьмом ОМКФ состоится премьера фильма «Квадрат» шведского режиссера Рубента Эстлунда. Сатирическая трагикомедия получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В числе фильмов, на которые уже сейчас разбирают билеты, украино-словацкая кинолента «Граница». Обладатель награды за лучшую режиссуру на кинофестивале в Карловых Варах. Аншлаг ожидается и на премьере киноленты Сергея Лозницы «Кроткая». Сценарий к фильму был написан по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. Фильм, который принимал участие в главном конкурсе Каннского кинофестиваля и фильм, который вызвал достаточно неоднозначную реакцию кинокритиков. Поэтому уже сейчас мы можем видеть, что интерес к этому фильму огромный. Сергей приедет лично представить эту картину. Специальным событием ОМКФ станет киноперформанс в Зеленом театре. В понедельник, 17 июля, под открытым небом покажут чудом, сохранившуюся в архивах, киноленту «Небывалый поход» Михаила Кауфмана. Фильм рассказывает о движении 25-тысячников рабочих, направленных коммунистической партии в 1929 году на подъем села. Композитор Антон Байбаков представит современное музыкальное сопровождение к фильму. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Обучение вне университетских стен. В Одессе запустили новый социальный проект «Открытый университет». Все, чтобы и студенты, и взрослые могли обучаться чему-то новому вне формальной обстановки. А главное, совершенно бесплатно. До осени организаторы планируют проводить лекции, тренинги, семинары и мастер-классы на открытом воздухе. А затем занятия будут проходить в библиотеке Грушевского. Три месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, раз в неделю именно в этой библиотеке будут тренинги по фотомастерству, по видеомастерству. И здесь будет у нас еще литературное кафе. Мы приглашаем интересных личностей, которые специалисты в той или иной сфере. Это может быть наука, культура, бизнес и так далее. И они проводят открытые лектории для любого желающего. Дважды в неделю в библиотеке будут организовывать разговорные клубы с носителями немецкого и английского языков. И тоже совершенно бесплатно. Что можно будет освоить? Это основы съемки, основы монтажа, основы композиции. То есть вот такие основы не только теоретические, но абсолютно практические, овладев которыми, вы сможете более-менее нормально снимать, монтировать и выкладывать полученные материалы. Отметим, первый мастер-класс намечен на этот четверг, 13 июля. В час дня урок танца пройдет во внутреннем дворе Юракадемии. Полторы тысячи человек одновременно прочитали произведения одесских писателей. Сегодня у нас в городе прошел масштабный флешмоб «Одесса читает, Одессу читают». У литературного музея построили длинную цепочку, звеньями которой были люди, читающие друг другу любимые произведения на разных языках. Надо задействовать и тех людей, которые не очень будут хорошо понимать, что происходит, но захотят в этом принять участие. Чтобы они не чувствовали себя людьми, которые к своему стыду гуляют по Одессе без бумажной книги под мышкой, мы приготовили на каждом квартале по две стопки книг одесских авторов, которые нам предоставили одесские библиотеки. Флешмоб стартовал в 19.00. Цепь чтецов выстроилась от литературного музея и до памятника Бабелю. В эту субботу в Одессе пройдет суперкубок по футболу. Донецкий «Шахтер» и киевский «Динамо» сыграют на стадионе «Черноморец». Чтобы попасть на матч, можно купить билет за 90 гривен или выиграть его бесплатно. Подробности грандиозного футбольного мероприятия узнавала наша Ольга Голдова. На прием суперкубка претендовали Днепр, Львов и Харьков. Но для спортивного мероприятия выбрали наш город. Матч пройдет на стадионе «Черноморец» и начнется в субботу, 15 июля, в 20.30. Играть футболисты будут так называемым супер-бриллиантом. Бундеслига подписала на 4 года контракт с этим мячом. Поэтому мы играем с самым достойным мячом, который сейчас существует в этом сегменте. Этот мяч передается вам, как супергерою, супермяч. Спасибо большое. Спасибо. Самый дешевый билет стоит 90 гривен. Их в ВАЗе около тысячи. Всего осталось почти 12 тысяч свободных мест. Будем ездить сейчас в час и до 11 часов ночи по всей Одессе. Будем посещать сити-центр, поселок Котовского, Лузановку. Любой желающий человек может подойти с паспортом, любым документом украинского образца и приобрести у нас билет. Билеты у нас именные. На один паспорт можно купить 4 билета, чтобы просто вы понимали. Если вы передаете свой билет, отдаете его друзьям, все равно в базе данных находится ваш паспорт, ваш номер телефона. Вы несете полную ответственность за эти билеты. Для сирот, людей с инвалидностью и семей воинов АТО выделили льготные места на стадионе. Получить билеты бесплатно можно будет завтра с 12 часов утра на Думской площади. Там пройдут различные конкурсы. Узнать историю футбола и суперкубка можно сегодня в Аркадии. Там обустроена специальная зона. Глава Одесской ОГА Максим Степанов пообещал, что в день футбола в городе будет безопасно. Более тысячи сотрудников только национальной полиции будут находиться вокруг стадиона. Это не считая всех привитивных мер безопасности, которые проводятся каждый день перед матчем, в день матча. В субботу на суперкубке будет грандиозно. Вынесут 12 логотипов команд, играющих в высшей лиге. Транслировать мероприятие будет 26 камер в полном формате Лиги чемпионов. Ольга Голодова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Таким, увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону 726-3226. Завтра о новостях в нашем городе вам расскажет мой коллега Игорь Буренко. Оставайтесь на Седьмом, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Седьмой канал. Седьмой. Седьмой.